Арсен Люпен Ганимар вошел в подарок старинного особняка. Все ставни в доме были закрыты, кроме четвертого последнего этажа. Инспектор ринулся вперед. Преодолев последний пролет, он оказался у открытой двери. В этот момент из соседней комнаты появился молодой человек лет 28-30 с подстриженными бакенбардами, в очках, в домашней куртке, подбитой каракулем, смахивавший на иностранца, скорее всего, на русского. Добрый день, Ганимар. Простите, старина, мне надо было поговорить с вами и весьма срочно. Ба, да вы, кажется, меня не узнали. Люпен, Арсен Люпен. Поройтесь в памяти. Неужели это имя вам ничего не говорит? Ах, это ты? Вы сердитесь? Да, 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 по глазам вижу, что сердитесь. А я-то думал доставить вам удовольствие. Ну да, я сказал себе, давненько мы не виделись с этим добряком Ганимаром. Он, верно, бросится мне на шею. Говори, только ближе к делу. Я спешу. Ну хорошо, побеседуем. Более тихого уголка невозможно и придумать. Этот старинный особняк принадлежит герцогу Дэру Шлору. Но он здесь никогда не живет, и поэтому сдал мне верхний этаж. Да мне-то что до этого? И в самом деле я разболтался, а ведь вы, наверное, спешите. Простите, я буду краток. Ну-ну. Пять минут, не больше. Сигару? Нет, нет. Отлично, я тоже не буду. Итак, прошлой ночи, около часа, лодочник, проплывавший под крайним левым пролетом по Нефа, услышал, как на нос его баржи сверху что-то шлепнулось, по всей видимости, предназначенное водом сены. Собака лодочника с лаем кинулась вперед, и когда хозяин добрался до края баржи, то увидел, что псина теребит зубами газету, в которую были завернуты какие-то предметы. Он подобрал те, что не свалились в воду, и, вернувшись в каюту, внимательно осмотрел их. Ну-ну. Ха, они показались ему настолько любопытными, что лодочник, знакомый с одним из моих друзей, решил поставить меня в известность. Короче, я просил. Короче, пожалуйста. Вот эти вещи. Обрывки газеты, большая хрустальная чернильница, крышке которой привязана верёвка, стеклянный осколок и мятая картонка. И, наконец, кусок алого шёлка с кисточкой на конце. И что же дальше? Что дальше? Я повторяю, что на основании этих вещественных доказательств я выношу следующее заключение по этому делу. Ну-ка, ну-ка. Вчера вечером, между девятью и полуночью, некую эксцентричную девицу ударил ножом, а затем задушил хорошо одетый господин в монокле, завсегдатый Бегов, с которым вышеупомянутая девица до этого съела три пирожных безе и эклер с шоколадным кремом. А как ты это докажешь? Как докажу? А вот послушайте. Итак, вчера вечером после девяти... На этом обрывке газеты стоит вчерашнее число и под заголовок «Вечерний выпуск». Итак, после девяти часов хорошо одетый господин посмотрите внимательно на край стеклянного осколка. В нем дырочка, как у монокля, а моноклем пользуются лишь аристократы. Вошел в кондитерскую. Вот тонкая картонка, похожая на коробку. Ну? На ней еще заметны следы крема от безе и эклера, которые все обычно покупают. С коробкой в руках господин с моноклем отправился к юной особе, об эксцентричности которой свидетельствует алый шарф. Придя на свидание, он по неизвестной причине сперва ударил девушку ножом, а затем удушил шарфом. Возьмите лупу, старший инспектор, и вы увидите на красном шелке темные пятна, следы ножа, которые об него вытирали. А вот здесь кровавый отпечаток руки. Ну, интересно, очень интересно. И что же было дальше, если не секрет? А дальше, дальше, совершив преступление, он, чтобы не оставлять следов, достал из кармана газету, на которую подписан специальную газету о бегах. Прочтите этот отрывок. Подобрал осколки монокля, шнурок которого лопнул во время схватки. Затем он острик ножницами, вот, глядите, следы от них, запачканную кровью часть шарфа, оставив без сомнения другую половину в судорожно сжатых пальцах жертвы. Смял в комок картонную коробку, собрал все прочие вещи, которые могли его уличить, нож, например, они потом, должно быть, свалились в сену, завернул все это в газету и привязал для тяжести хрустальную чернильницу. Так. Затем он смылся. Минутой позже сверток упал на баржу. Вот и все, даже вспотел. Ну что ж, ваше мнение, инспектор? Ах, мое мнение, мое мнение. А почему ты отдаешь мне это дело? Что? Вместо того, чтобы найти убийцу и обчистить его. Милый Ганимар, у меня сейчас нет времени, я занят по горло. Ограбление в Лондоне, подмененный ребенок в Марселе, спасение девушки, рядом с которой бродит смерть. Все на меня свалилось сразу, и тогда я подумал, а не передать ли дело моему другу Ганимару. Спасибо за доверие. Не стоит. И, кстати, если вам нужен будет весь шарф целиком, принесите мне другой конец, тот, что правосудие обнаружит на шее убитой. Принесите его ровно через месяц, день в день, 28 декабря в 10 утра. Вы обязательно меня застанете и не сомневайтесь. Все это очень серьезно. Ах, да, 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 да. Еще одна важная деталь. Я слушаю. Когда будете арестовывать типа в монокле, помните, он левша. Прощайте, старина. Желаю удачи. Люпен круто повернулся, открыл дверь и исчез, прежде чем Ганимар подумал, что надо что-то предпринять. Исчез. Ах, пора выбираться отсюда. Эй, такси! 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 На улицу Орфер 36. Слушаю, шеф. Нет. Все это здорово. Куча предположений, ни на чем не основанных гипотез. Я на это не клюну никогда. Мы уже приехали, шеф. Вы что, задремали? Ах, да, да, благодарю. Вот, получите. Спасибо. Инспектор Ганимар. Да. Вы видели шефа? Нет. Он вас только что спрашивал. Спрашивал? Да. Поезжайте к нему. Куда? На улицу Бери. Сегодня ночью совершено убийство. Правда? Кого убили? Толком не знаю. Кажется, певицу из кафе Шантана. Черт, меня побери. Через 20 минут он вышел из метро и направился на улицу Берии. Он увидел лежащий на диване труп молодой девушки, судорожно зажавший в руке обрывок красного шарфа. Мои предварительные выводы совершенно однозначны. Жертву сначала дважды ударили ножом, потом задушили. Смерть наступила от асфиксии. Но на шее нет синяков. Удушить могли шелковым шарфом, который носила жертва. Защищаясь, она уцепилась за него обеими руками. Но почему осталась только половина? Где другая часть? Другую, наверняка запачканную кровью, скорее всего, унес убийца. Хорошо видно, что кусок торопливо откромсали ножницами. Черт меня побери. Мерзавец Люпен все предсказал, как будто видел это собственными глазами. Что вы сказали? Нет, ничего. Простите, господин следователь. Так, а каковы мотивы преступления? Замки взломаны, в шкафах все вверх дном. У вас есть какие-нибудь предположения, господин Дюдуи? Я позволю себе выдвинуть гипотезу, основанную на показаниях служанки. Так, я слушаю вас. Убитая, обладавшая скромными певчевскими данными, но славившая за красотой, два года тому назад совершила поездку в Россию, откуда вернулась с великолепным сапфиром, подарком какого-то вельможи. Дженни Сапфир, как прозвали ее с тех пор, очень гордилась им, хотя и с предосторожности никогда не носила. Приходится предположить, что причиной преступления был этот самый сапфир. Так, а горничная знала, где хранится камень? Нет, этого не знал никто. Беспорядок в комнате, скорее всего, свидетельствует о том, что убийце это тоже было неизвестно. Надо безотлагательно допросить горничную. Мы все сделаем немедленно. Инспектор Ганимар, на минутку. Да. У вас странный вид, Ганимар. Что стряслось? Вы кого-то подозреваете? Никак нет, шеф. Тем хуже. Служба сюрта нуждается в громком деле. Уже несколько подобных преступлений остались нераскрытыми. На этот раз убийца должен быть пойман. И побыстрее. Трудновато, шеф. Но это необходимо. Послушайте, Ганимар. Я весь внимание. По словам горничной, Дженни Сапфир вела очень размеренный образ жизни. В течение целого месяца, каждый вечер после театра, ей наносил визиты какой-то господин, остававшийся у него с половины одиннадцатого до полуночи. Он светский человек, утверждала Дженни Сапфир. Он хочет на мне жениться. Но этот светский человек принимал все мыслимые предосторожности, чтобы остаться незамеченным. Поднимал воротник и опускал поля шляпы, когда проходил мимо Превратницкой. А Дженни Сапфир еще до его прихода отпускала горничную. Надо отыскать этого типа. Он не оставил никаких следов? Ни малейших. Но я рассчитываю на вас, Ганимар. Вы рассчитываете на меня, шеф. Ну что ж, поглядим, я не отказываюсь. Но однако... Однако я клянусь вам, слышите, шеф, я клянусь... В чем вы клянетесь? Ни в чем. Поживем, увидим. Чистя люпена на все лады, зляс, что ввязался в это дело, инспектор отправился в особняк на улицу Сюрен. Никто не притронулся к вещественным доказательствам. Он сунул их в карман. С этого момента Ганимар действовал совершенно механически. Быстро нашел небольшую кондитерскую, где были куплены пирожные. Хозяин кондитерской предъявил Ганимару картонные коробки, идентичные той, что была у него. Вдобавок, одна из продавщиц вспомнила, что вчера вечером обслуживала господина с моноклем, прятавшего лицо в меховой воротник. Затем он склеил клочки газеты, посвященные бегам, и показал их киоскеру, который легко узнал Терф и Люстрей. Потом он отправился в редакцию газеты, попросил список подписчиков и пометил себе адреса тех, кто жил рядом с мостом Боннеф. Придя в сюрте, он вызвал полдюжины агентов и разослал их соответствующими инструкциями. В семь часов вечера вернулся последний из них и принес добрую весть. Некий господин Привай, подписчик Терфа, жил в билетаже дома на набережной Августинцев. Он носил монокль, был завсегдатаем бегов, держал лошадей, на которых ездил сам, а также сдавал их в наем. Ганимар отправился к господину Дюдуи. Все готово, шеф. Все готово. У вас есть ордер. Что? Все готово для ареста, шеф. Вы знаете, кто убил Дженни Сапфир? Да. Но как вам это удалось? Объясните же. Дело случая, шеф. Убийца выбросил в сено все, что могло его скомпрометировать. Часть вещей обнаружили и передали мне. А кто обнаружил? Лодочник, который предпочел остаться неизвестным. Но я получил все необходимые улики. Задача оказалась простой. Вы называете это делом случая? Да. Вы говорите, что задача была простой? Да. Да ведь это самая блестящая ваша операция. Доведите ее самолично до конца, дорогой Ганимар. И будьте осторожны. Слушаю, шеф. Ганимару тоже не терпелось скорее завершить дело. Он отправился на набережную Августинцев со своими людьми и расставил их вокруг дома. Около девяти вечера консьержка, выглянув из окна, предупредила Ганимара. Господин в цилиндре и меховой шубе шел по тротуару вдоль набережной сены. Он перешел мостовую и направился к дому. Это вы, господин Привай? Да, а вы кто? Мне поручено. Не подходите, я вас не знаю. Ну-ка, без глупостей. Ты пойман? Сдавайся. Ганимар уже перехватил трость, которой замахнулся Привай, как вдруг вспомнил предостережение Люпена. Привай был левшой, и левой рукой уже нащупывал револьвер. Инспектор мгновенно пригнулся, заметив быстрое движение незнакомца. Раздались два выстрела, но пули пролетели мимо. В следующую секунду Привай получил сокрушительный удар в челюсть, уложивший его на месте. В девять он уже был в тюрьме. Поначалу следствие продвигалось быстро, но через неделю все переменилось. Привай, который до того отказывался отвечать на вопросы, с помощью адвоката выдвинул несокрушимое алиби. Вечер убийства он был фолибержер. И действительно, в кармане его смокинга нашли билет с номером места и программку, оба на то самое число. Судебный следователь вызвал к себе Ганимара и поведал о своих затруднениях. – Господин Ганимар, прошу вас, присаживайтесь. – Благодарю. – Я не могу более упорствовать. Мне не хватает доказательств. – Но ведь вы-то убеждены в его виновности, господин следователь. Привай, Привай бы дал спокойно себя арестовать, если бы был чист. – Он говорит, что принял вас за грабителей. Он также утверждает, что не был знаком с Дженни Сапфир. И, по правде говоря, мы не нашли никого, кто бы его опроверг. Кроме того, если считать, что Сапфир украден, то у него мы камень не обнаружили. – Равно как ни в каком другом месте. – Ну, допустим. Но это не улика против него. – Да. – Знаете, что нам нужно и как можно быстрее? Другой конец красного шарфа. – Другой конец? – Да. Ведь если убийца его унёс, на шарфе остались кровавые отпечатки пальцев. Если мы не найдём его, я закрываю дело. – Ну, подождите несколько дней. – Вы найдёте вторую половину шарфа. – Она будет у меня в пятницу. – 28 декабря? – Да. Но для этого дайте мне ваш кусок. – А что я получу взамен? – Взамен я... Взамен я обещаю восстановить весь шарф целиком. – Хорошо. Ганимар вышел из кабинета следователя. 28 декабря в 10 утра Ганимар был в особняке на улице Сюрен. Доброе утро, Ли Пэнь. – Доброе утро, старина. Ну как? Ловко я дельце-то раскрутил. Как я раскрыл тебе тайну шарфа. Обезупречность анализа. Ни одного пробела в цепи доказательств. Ни одного слабого звена. – Давай ближе к делу. – Хорошо. Шарф у тебя? – Да. Половина. А где вторая? – Вот она. Соединим концы. Но я полагаю, что ты явился сюда не только за этим. Конечно, ты жаждешь увидеть кровавые следы. Взгляни-ка. Инспектор задрожал от радости. Отпечатки пальцев и ладони были отчетливо видны. Неопровержимая улика. А кровавленной рукой, рукой ранивший Дженни Сапфир, убийца схватил шарф и затянул вокруг шеи жертвы. – Это отпечатки левой ладони. Как видишь, в моем предостережении нет ничего сверхъестественного. – Я заберу этот кусок шарфа? – Ну, конечно, приятель, он ваш. Всегда рад доставить вам удовольствие. – Нет, тут нет никакой ловушки. Простая любезность. Дружеская услуга. – Я думаю. – И еще, признаюсь, любопытство. Мне хотелось взглянуть на другую половину. – О-о-о. – Ту, что была у полиции. Да, не волнуйтесь, сейчас отдам. Подождите немного. Пока Ганимар против воли слушал его болтовню, Люпен небрежно играл с кисточкой на конце шарфа. – Какие искусные женщины, занимающиеся рукоделием. – Да. – Вы ведь обратили внимание во время следствия, что Дженни Сапфир была большая мастерица. Шила себе платье, делала шляпки. Ясно, что и шарф она изготовила сама. – Вот как? – Любопытно от природы, я тщательнейшим образом осмотрел тот шелковый лоскут, который вы только что спрятали в карман. Внутри кисточки я обнаружил образок, который бедная девушка зашила туда, как талисман. Трогательная деталь, не правда ли? – Да. – Маленький образок богоматери, заступницы. Я подумал, надо исследовать другую половину шарфа. Ту, что полиция найдет на шее жертвы. Ту, что наконец-то у меня в руках. У нее тоже должна быть кисточка на конце. А вдруг и там тайник, и в нем что-то спрятано. – Что ты делаешь? – Так, 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 так. – Подожди, подожди, что ты делаешь? – О-о-о! – Ну, погоди! – Что это? – Так я и думал, тайник. А вот и сапфир. Ну, что я говорил, дружище? Инспектор белый, как полотно, остолбенело таращил глаза на сверкающий камень. Смысл махинации наконец-то дошел до него. – Ах, скотина! – Дай сюда! Дай сюда, сапфир! – Глупец! – Дай. Дай сюда. Или я... – Или что? Да неужели ты всерьез решил, что я задаром сбагрил тебе это дельце? – Дай сюда! – Ты что, впервые меня увидел? Ну и ну! Вот уже четыре недели я вожу тебя, как собачку на поводке. А ты вздумал до пола. – Руки вверх! Руки вверх! Я... Я тебе говорю! – А пушка-то твоя не стреляет. – Что? – Твоя служанка, старая Катрин, работает на меня. Она подмочила патроны сегодня утром, пока ты пил кофе с молоком. – Ах, черт! Ты... Ты подлец! – Ну, 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 не сердитесь. Не сердитесь, не правда ли? Лучше оставить все, как есть. Вспомните, дружище, что принесло вам это приключение. Славу, уверенность в скором повышении. А в итоге, обеспеченную старость. Неужели вам еще нужны сапфир и голова бедняги Люпена? Это было бы несправедливо. Не говоря о том, что бедняга Люпен спас вам жизнь. Да-да, сударь, кто предупредил вас, что привай левша? И так-то вы меня благодарите. Не очень великодушно, Ганимар. Продолжая болтать, Люпен оказался у двери. Инспектор понял, что враг сейчас ускользнет. Призрев осторожность, он попытался преградить ему дорогу, но сильнейший удар головой в живот отбросил его к противоположной стене. Тремя движениями Люпен отвел пружину, повернул ручку, открыл дверь и исчез. А через час Ганимару было доставлено письмо, в котором было сказано следующее. Позвольте предостеречь вас, дружище, от излишней доверчивости. Если некто говорит вам, что патроны в револьвере подмочены, то как бы сильно вы не верили ему, пусть он даже зовется Арсеном Люпеном, не позволяйте себя дурачить. Пытайтесь выстрелить еще и еще. Если этот некто отправится к прадцам, вы убедитесь, во-первых, что патроны сухи, а во-вторых, что старая Катрин честнейшая из служанок. В ожидании дня, когда я буду иметь счастье познакомиться с ней, примите, любезный друг, уверение в совершеннейшем почтении от преданного вам Арсена Люпена. Так закончилась еще одна история из жизни моего друга, знаменитого джентльмена-грабителя Арсена Люпена. А я знаю их множество. Может быть, расскажу когда-нибудь и другие. Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые друзья, вы слушали радиоспектакль Арсен Люпен «Джентльмен-грабитель», созданный по рассказам французского писателя Мариса Леблана. Автор инстанировки Елена Ковалевская, режиссер Нина Бирюлина, звукорежиссер Сергей Ехлаков, музыкальное оформление Евгении Грибковой, операторы Ирина Воронова и Наталья Сазонова. В спектакле принимали участие актеры Инна Алабина, Людмила Ильина, Вячеслав Дугин, Артем Карапетян, Дмитрий Полонский, Лев Шабарин и Владимир Ширяев. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова